Несмотря на то, что во всем мире ученые принимают попытки создания искусственного интеллекта, до сих пор еще никто не дал однозначного ответа на вопрос, что такое интеллект вообще. Лаборатория машинного понимания Казанского университета продолжает черпать вдохновение в биологических системах и искать ответ на данный вопрос, одновременно раскрывая одну из самых волнующих загадок человечества, как вселить в технику жизнь. Что значит заставить машину почувствовать эмоции? Вполне понятно, очевидно, и было поставлено, это уже определенно сначала психологами, потом и арабиологами, что психоэмоциональное состояние влияет определенным образом на наше поведение и на наше мышление. Наше, я имею в виду, здесь млекопитающие. Соответственно, каким-то образом можно воспроизвести эти психоэмоциональные состояния, а самое главное, влияние на мыслительные процессы внутри вычислительной системы. Сейчас лаборатория трудится над построением виртуальной модели мозга крысы. Когда ее организм испытывает эмоции, выделяются нейромодулянты. Именно они изменяют вычислительные функции нейронов, вызывая реакцию на ту или иную эмоцию. Благодаря данной модели ученые КФУ воссоздали у машины реакцию на страх и отвращение. Мы смогли воспроизвести, то есть воссоздать пока два только психоэмоциональных состояния – это страх и отвращение. Это не значит, что все остальное невозможно. Мы говорим в первую очередь о базовых эмоциях, таких как радость, злость, отвращение, страх, о которых я уже говорил, интерес, любопытство и так далее. Но и более сложные психоэмоциональные состояния, которые называются сложными эмоциями, например, зависть, любовь и прочее. По признанию руководителя лаборатории, сложностей встречается немало. Ведь человеческий мозг нельзя полностью посчитать на современных вычислительных мощностях. Но, тем не менее, не за горами то время, когда нам придется выстроить с роботами и машинами настоящее взаимопонимание. То есть это наконец-то преодолевает вот этот барьер безэмоциональной машины и эмоционального человека. То есть, возможно, уже какие-то сложные эмоции вроде эмпатии, когда вычислительная система будет чувствовать то, что чувствует человек и так далее. Если нет базовых механизмов, то мы находимся в психопатическом варианте, когда вычислительная система просто не способна ничего почувствовать в принципе. Вопреки тому, что искусственный интеллект остается искусственным, он обязательно принесет пользу всему человечеству. Сознательные машины смогут выполнять физически трудные, но требующие интеллектуальной деятельности работы. Начиная от глубин океанов, заканчивая космическими кораблями, которые могли бы вылететь за пределы Солнечной системы. Аделя Мухаммедовична, Роман Самарин, Универньюз.